Всем привет, мои зелененькие колонизаторы! В прошлой серии я решил заняться строительством обороны с западной стороны базы, но Рэй решила, что это хреновая идея, в результате наслала на нас космическую радиацию. Затем я продолжил строить кухню, и как вы думаете, что? Естественно, посмотреть, что там за новые хоромы над головой, вылезли радиоактивные тараканы. В общем, бери печеньки, наливай кофейку, и поехали смотреть, какие наказания для нас придумала наша госпожа в этой серии. В конце прошлой серии к нам прилетал рой насекомых. Мы еле-еле успели замуроваться и отсиделись внутри. За это время я успел построить вот здесь вот несколько каменных табуреточек, чтобы наши могли уже теперь нормально кушать вот за этим столом. И еды у нас пока осталось 49 штук, а как бы здесь больше никто нигде не бегает. Это на самом деле есть некоторая проблема. Но, тем не менее, все равно у нас нет особых вариантов, чем мы можем заниматься, поэтому я решил заняться выкапыванием вот этого пространства. Это у нас в будущем будет госпиталь, а пока я из этого хочу сделать такую комнатку, в которой можно будет жить. Мы здесь разместим нашу кровать, и это будет наша спальня. Тем более, что здесь температура сейчас у нас очень приемлемая, 19 градусов, прям замечательная. И, кстати, здесь я еще нашел олово, так что будет из чего строить станочки. Не надо будет куда-то далеко бегать. Еще бы найти селитру, залежи, и вообще просто цены бы не было этой карте. Но пока-пока селитры я не вижу, честно говоря. Альгизит у нас есть, то есть свинец у нас есть, но у нас нету селитры. Кстати, что, я вот сюда вот назначил? Нет, конечно, ни порох не назначил, ни серу, ни тем более селитру. Ну-ка, селитра тоже, конечно же, не назначена. Все это сюда надо будет сволочь потом, когда у нас это все появится. И еще нам надо бы, конечно, свет придумать какой-то, но на данном этапе нам ничего не доступно. Так, хладокамень мы нашли, а вот камня света у нас как не было, так и нету, в принципе. Так, давай-ка, давай вот оловяшку, блин, вот. Оловяшку перенесите, пожалуйста, мне на склад и сделайте мне приятно. Давайте мы здесь сразу достроим это помещение. Вроде бы все выкопали. Вот так вот оно у нас пойдет с вами. И можно сразу здесь убрать планировку, чтобы она там нам глаза не мозолила. Там, где мы что построили, мы это убираем. Вот так. Блин, ни черта не видно в этой в полной темноте кромешной. А что у нас так темно-то вообще? А, ноль часов. Ну ладно. Все, олово мы отсюда унесли. Теперь можно достраивать все это помещение и можно переносить вот эту кровать для начала. Она у нас как раз здесь в центр очень удачно встанет. Чиф и кто там у нас, значит, Чиф и Док живут? Чифецкий, давай-ка ты поднесешь сюда этот материал, чтобы мы сразу же тебя назначили на эту кровать вместе с Док. А то я потом могу забыть. Значит, здесь у нас Чиф и здесь у нас Док. Вот так вот. У вас сейчас практически отдельная кроватка. Буржуи? Фигли. Во, наконец-то рассветает. Наконец-то рассветает, но на карте до сих пор так и не появилось ничего новенького в плане еды. Меня это очень сильно настораживает. Раз так, я предлагаю все-таки немножечко отвлечься от вот этих раскопок. Тем более, что здесь мы уже вот эту основную комнатку мы сделали. Можно еще две кровати туда перенести. Давайте это будет Грини и Скил, наверное. Это кроватка Грини, а слева кроватка у нас будет Скила. Так, давай, Гринявый, перенеси, пожалуйста, свою кровать. И Скил можешь перенести, кстати, свою. Убираем отсюда лишнюю планировку. Все. С этим помещением мы более-менее разобрались. Так вот, я хотел отвлечься от раскопок внутри, копануть-таки вот здесь и сделать переработку. Потому что если мы сможем сжигать трупы, у нас появится с вами пепел. А если у нас с вами появится пепел, это значит, что мы сможем с вами делать компост. И еще один момент, который мне интересен, это надо сделать новый склад вот здесь. Давайте в уголочке его разместим. Поставим здесь повышенный приоритет. И разместим на нем дрова. Потому что на данном этапе нам приходится дрова таскать вот отсюда. Вот этот давайте мы переставим с вами куда-нибудь. Так, куда-куда? Вот сюда вот. Здесь у нас будет храниться мясо различное. В общем, отсюда надо все убирать потихонечку. И еще один момент, кстати. Можем ли мы сделать еще одну шапку из хитина? Да, мы, в принципе, я думаю, что да, можем. У нас хитин появился, поэтому давайте-ка мы сделаем шапочку из хитина. Не знаю, сколько там его надо. Что-то я не посмотрел даже. Ну, в любом случае, для скилла подойдет эта шапка. Так, гостя опять. Нет, не надо к нам приходить сейчас. Мы вам тут не сильно рады. Ну, точнее, мы, может быть, вам и рады, но температура вам не сильно рада. Так, сейчас, ладно. Давайте вот это помещение мы тогда тоже докопаем, а потом пойдем раскапывать вот здесь. Так, задача завершена. Сделать шапку из хитина. Куда ты ее спер? Чефецкий, ну тебе-то зачем эта шапка? Скажите мне, пожалуйста. Значит, смотрите, что эта шапочка у нас дает. Плюс 7,7 градуса. Давайте посмотрим, у кого из наших ребят какая температура. Видите, максимальная 61, здесь 54, 43, 53 и 39. Вот скилу эта шапка прямо очень нужна. Выброси эту бяку, а скилл у нас ее наденет. Так, и здесь сразу 43 градуса. То есть уже лучше. Так, балаклава. Ну ладно, пока дальше делать не будем. Давайте пока выкапываем здесь. Хотя вот, у нас скилл решил здесь подкопать и, в принципе, правильно делает. Это помещение у нас готово. Давайте мы сейчас сюда поставим вот эту вот переработку, печку. У нас есть куча блоков сланца. Сделаем здесь несколько складов. Раз и два. Так, грибы, грибы не успеют дорасти, скорее всего. Значит, сюда мы что размещаем? Во-первых, максимальный приоритет. Свежее, гнилое, без разницы. Здесь у нас будут трупы людей. Трупы людей, любых, да? Кроме поселенцев и кроме терминаторов. Потому что это все будет у нас сжигаться. И по животным, значит, здесь у нас будут трупы насекомых, но не всех. Давайте кроме антисов, кроме мега-жуков, мега-скоробеев, кроме спелопит. Кстати, у нас по ходу дела еще кого-то где-то не переработали. Так, блохи, все это говно мы сжигаем. А гнаулеры тоже сюда у нас не идут. Потому что здесь у нас и свежее, и гнилое. Так, а вот здесь вот мы тоже делаем максимальный приоритет. Но сюда мы ставим с вами гнилье. И ставим сюда вообще абсолютно все трупы. Ну, опять-таки, кроме, наверное, поселенцев и кроме всяческих терминаторов. Вот так вот. И вот этих всех товарищей теперь надо перетараканить на склады. Блин, вот этот, конечно, трупешник у нас испортится скоро. В общем, все вот это дело мы перетаскиваем. С этого мы с вами получим пепел. Кстати, пепел мы давайте тоже, наверное, будем складировать сейчас вот где-то здесь. Потому что он нам тоже понадобится для компоста. Я все-таки надеюсь выйти на производство удобрений. И, соответственно, сделать грядки. Пускай, как бы, здесь все довольно печально. Но, может быть, у нас все-таки получится сделать грядочки. Вот где-нибудь вот здесь вот из песка переделать. Ребятушки, трупешники кто-нибудь перетаскает, не перетаскает. И, подождите, а у нас всякие спелопиды, хренопиды. Блин, где они все? Черт его знает. О, кстати, мигиаха рядышком. Вообще под боком. Все. Смотрите, здесь мы все выкопали. Значит, сюда можно тоже, в принципе, построить помещение. Чтобы эта часть у нас была с вами полностью закончена. И сюда еще одна кровать у нас войдет. Замечательно. Целое племя путешественников прибыло в район. Слушай, может их отстрелять нафиг? Будет еда, будет куча одежды. А вы вообще с чем идете-то? От чертова знает. Топор, мощный лук. Ладно, лучше подождем какой-нибудь рейда. Я надеюсь, что он все-таки к нам придет. У нас 39 кусков еды осталось. Это, конечно, очень и очень мало. Так, картофанчик есть. Так, досочки, досочки, досочки. Давайте, знаете, что сделаем? Давайте вот сюда вот поставим, блин, еще один сундучок. Или бочку, бочку давайте из досок. Вот так. Потому что хладокамень надо перенести весь сюда. Это очень ценный ресурс. И он занимает много места. Отлично, сделали. Хладокамень теперь тащите сюда. И помещение сделали очередное. Теперь гиллспая можно тоже переставлять куда-нибудь сюда. Это раз. И дальше можно вот эти хладокаменные батареи разбирать. Потому что они нам больше не понадобятся. Единственное, что надо будет научный стол перенести куда-нибудь вовнутрь сюда. Пока, наверное... Блин, отдельного помещения под него у нас нету. Блин, а куда бы это отдельное помещение запиндюрить? Где-то под него надо выкопать, наверное, какое-то пространство. И туда запиндюрить это отдельное помещение. Ну ладно, давайте пока просто поставим... Потратим еще какое-то количество ресурсов. Хотя, по-моему, его можно... Из камня нельзя, что ли, делать? Алло. Ну, здрасте, приехали. Блин, заправлять просто эти штуки не хочется. Значит, ладно, давайте пока не будем тогда трогать. Но вот эти вот кроватки перенесем. Главное, чтобы они его сейчас не заправляли. Блин, почему нельзя отменить заправку? Было бы клево. Так, так, так. Значит, добавить задание. Сжечь тело. Бесконечно. Радиус в пределах вот этих складов. Хреново, что за пределами. Тоже вот этой базы отсюда он будет пытаться таскать. И бросить на пол. Чиф. В смысле нужны материалы? Алло. А это что у нас? Мега-паук. А, трупы животных. Да-да-да. Вообще все сжигать. Вот так вот. Здесь у нас было не отмечено сжигание трупов животных. На всякий случай давайте вот так сделаем. А то кто-нибудь из наших здесь вот умрет и его сожгут. К фигеням собачьим наши немножко расстроятся. Да, вот у нас пепел появился. Правда, мало, конечно. Но не страшно. Так. И вот это дело надо тоже перетащить на базу. Давай перенесем рациончики. Рацион запретить. Ну-ка перетащи сюда рацион. Вот, молодец. Четыре штуки у нас рациона. Они запрещены. Так. Что у нас есть по ресурсам? У нас в основном тут кожа всякая. Нам бы текстильчика какого-нибудь раздобыть. Было бы замечательно. Тогда бы мы могли делать каски для наших ребят. Но до текстильчика нам еще тоже далековато. Как раком до Китая. Так. Что еще мы можем себе позволить? Неужели у нас нигде нету камня света? Как-то мне это прямо вот печалит. Да и хладокам мне, честно говоря, не сказать, что прям много осталось. Просто что-то я не верю, что карта показывает нам абсолютно все. Потому что у меня смутное ощущение, что что-то она нам там не показывала. Что-то я нашел в открытом доступе. А в карте этого не было. Поэтому я все еще тешу себя надеждой, что я найду где-нибудь селитру или светокамень или что-то типа того. Но пока соль есть. Так. Ильминит есть. Что только нету. А вот селитры я... Так. Залежи медной руды. Залежи никеля. Вам не кажется, что здесь что-то явно не хватает? Стиральный тазик зато есть, да. А вот селитры, которая вот она у нас, прямо перед нами. Ее нету. Офигенно просто. Просто офигетительно. Ладно, ребят, давайте мы вас отпускаем тогда. Идите занимайтесь делами. Надо селитры раздобыть. У нас хотя бы появятся патроны. Ну и коли мы добываем наконец-то селитру, давайте сделаем задание по производству. Во-первых, пороха. Во-вторых, серы. Ну и в-третьих, нас интересуют патрошки 7,62х54. Это для Мосинки. Вот эти вот FMJ-чки цельно оболоченные. Везде выставляем повторять до. И патрошки выставляем бросать на пол. Радиус немного уменьшаем, чтобы у нас в принципе база более-менее была в этом радиусе. Потому что тут много всяких компонентов нужно. Чтобы они не убегали куда-нибудь по карте на другую сторону. По серии то же самое. Давайте где-то 85 поставим. Тоже радиус где-то там 40, 39, 40. Короче, как-то так. И по вот этим патронам давайте мы сделаем запас где-то, ну пускай 235 штук будет. Я думаю, что больше нам особо-то и не надо. Сверхпрочные только идут лесом. Все. Теперь у нас будут патрошки. Чефецкий, давай, тащи, перенести селитру. И у нас что там по углю, скажите мне, пожалуйста. Уголь у нас есть, но его не очень много. Откуда я его тогда таскал? Давайте вот здесь вот копать жилу. Копанем вот этот уголек отсюда. А, и нам еще нужна железная руда. Блин, твою мать, а. Сколько нам всего надо? Проще сказать, что нам не нужно. И залежи нам опять не показывают, где у нас есть железная руда. Но я уверен, что она у нас есть на карте. Что вы мне парите? Вот это что такое? Это не залежи железной руды? Почему меня обманывают? Нету здесь? Нету. К сожалению, нету. Так, подожди. Вот обновление я нажал. Хорошо. Может быть, теперь покажет? Нет? Не показывает. А в другом? Что у нас тут? Сомневаюсь, что здесь есть залежи железной руды. Нет? Нету. Обман кругом. Сплошной обман. В любом случае, это надо будет дело выкапывать. Давайте мы сейчас здесь разместим зону временная. Вот таким образом. И отправим в нее трудиться Грини. Хотя у нас давно не было рейда. И сейчас к нам может в любой момент прийти рейд. Вот это будет тогда обломненько. Потому что у Грини-то оружия даже нету. Он может не успеть добежать до базы. Здесь довольно далеко. Но придется рискнуть, потому что материалы нам очень и очень нужны. Блин. Риск нервного срыва. У Гринявого. Ладно, ребятушки. Давайте мы тогда сейчас... Вот все докопало там. Давай, зона не ограничена. Тащи отсюда материалы. И вали на базу. Все, у нас здесь все на базе есть, что необходимо для производства боеприпасов. И давайте мы приступим к этому самому производству. Так, изменение черты характера. Быстрая обучаемость. Ну нифига себе, слушай, да ты красавчик. Ну-ка подожди, что это нам дает? Фактор обучения плюс 75%. Да он сейчас монстром просто станет. Интересно, как бы нашим всем получить такие черты. А еще знаете что? Вот здесь вот надо поставить вот эти патрошки на самый верх. Ох, чтобы он делал все остальное только тогда, когда не хватает на патроны. Во, патрошки пошли в работу. Не, не пошли, потому что Чефецкий ушел спать. Ладно, будем тогда добывать все эти ресурсы. И вернемся к записи, когда произойдет что-то из ряда вон выходящее. Так, во, кстати, здесь тоже у нас железка есть. А, не, это не железка, это англезит. Ну, тоже вещь полезная. Все, эту зону я полностью выкопал. Давайте уберем отсюда теперь временное. И Гринни у нас отправляется на базу с металлами. Так, 180 патронов, ребята, у нас имеется. Вот это давайте мы удалим теперь отсюда. Сольку, блин, ну сольку надо будет куда-то перенести. Но я не думаю, что она нам теперь вообще, в принципе, понадобится. Давай перенесем патрошки. Что там у нас сейчас по ним будет? Так, значит, 200 экспансивок у нас. И 285 у нас оболочечных патронов. То есть, в принципе, я думаю, что да, у нас задание полностью выполнено. И на какое-то время нам этих патронов хватит. Вот эти материалы нам бы тоже перетараканить на базу. Желательно, чем быстрее, тем лучше. Копает залежи англизита. Блин, ты не мог докопать их сразу же, что ли? Там один долбанный факин блок. Блин. Опа, Аньки. Вот это, блин, поворот. Диверсанты. Хотели рейд, получите рейд, как говорится. И у нас всего два вооруженных балбеса. Это Док и Грини. Все остальные не вооруженные, но тоже балбесы. Так, всем давайте периметр. Так, это все внутри, да, внутри базы. И Док с Чифом идут встречать вражин. Вовремя, на самом деле. Очень вовремя, потому что могло быть намного хуже. Давай, вставай сюда. И Док, вставай вот сюда. Они идут туда, куда нужно. Просто, просто туда, куда нужно. Док уже целится, но промахивается. Засранка. Так, вот этого парня с зажигательной гранатой надо снять просто вот как можно быстрее. Иначе он нам может... Опа, есть контакт. Устранили, гада. И вот этого парня надо тоже убрать обязательно, потому что он у нас тоже с гранатами. Ребят, с гранатами в первую очередь снимаем. Я думаю, что... Опа, есть контакт. А, так тут Док еще пострелял довольно удачно. А там он сикач бегает. Так, ты с чем? С коктейлем Молотова. Винтовка Мосина. Вот это тоже опасный товарищ. Док, ты его можешь? Нет, ты его не можешь убрать. Ну, давай тогда грохни тех, кого можешь. Слушай, Мосинка это просто нечто. Вот это... А, во-во-во-во. Сейчас мы грохнем вот этого товарища с Мосинкой. И тогда у нас появится третья пушка. Есть. Давай вот этого теперь. С гранатами. Давай-давай-давай-давай. Опа, есть контакт. Тут есть еще кто с чем полезным в руках? Есть товарищ со щитом в руках, кстати. А какой радиус у нас поражения? Блин, не сможем мы его, наверное, грохнуть. Да, перезарядка пошла в самый неподходящий момент. Все, ребят, мы с ними разобрались. Теперь надо посмотреть, кто нам тут достался. Что у тебя по здоровью? Во-первых, через 20 часов умрет. Вот персона. Нам нужен еще один стрелок хороший. Слабый иммунитет, ксенофил. Никтофоб? Чего? Очень боится темноты. А, да. Этот товарищ, значит, нам вряд ли подойдет. Ну, а этот лох какой-то педальный. Так, что у вас по вещам есть? Треугольный щит, штаны всадника. Ну-ка, давай-ка, значит, сюда бегом. Ты тоже давай бегом сюда. Пам-парам-пам-пам. Значит, смотрите, у нас тут есть винтовка Мосина. И давайте мы посмотрим, кто у нас. У нас стрелять-то никто не умеет, по-моему, да? Вот скилл более-менее умеет стрелять. Давай мы тебе тогда и выдадим эту винтовочку. Скилл. Так, винтовка Мосина. И здесь мы, значит, оболочечные патроны дадим тебе. 50 штук. И экспансивные тоже 50 штук. Больше ты вряд ли отстреляешь. Ну, и давай тебе зажигательную гранатку одну дадим. И осколочную. Так, скилл. Давай-ка подбери винтовочку. Вот эту. Ну, как-то так, да. Надо еще прикинуть, куда нам сволочь все те боеприпасы, которые у нас теперь появились. Так, давай раздевать вот этого товарища. А ты давай раздень вот этого. Сейчас посмотрим, что у них по шмоткам есть. Штаны всадника. Вещь очень хорошая. Так, на тебе что одета? Из синтеткани, да? Сколько она дает тебе плюса? Плюс 3,7. А эти штуки сколько дают? Это дает 2. И футболочка у нас будет давать еще 0,9. Ведь мало. А здесь? Здесь вообще изоляция в обратную сторону. Усиленные штаны из шерсти муфала. Ну, погоди. Если мы наденем на тебя штанишки, то, скорее всего, с тебя упадет комбез. Ну, комбез нет. Комбез нельзя оставлять. Так, давай мы тебя добить. Так, и вот тебя тоже давай добить. Плащ из собачьих шкур. Плащи нафиг у нас идут. Усиленные штаны из шерсти муфала. Гилспай, а у тебя что тут есть по вещам? Комбез криптосна, и он нам 4,7 дает тоже. Блин, надеть бы тебя нормально. Так, а шарфик что дает? Плюс 4,8. Во, гилспай, иди надевай, значит, шарф, во-первых. Вы все свободны, ребята. Перенести осколочные гранаты. Вот это все тоже дело надо перенести. Зажигалочки, там осколочные гранаты. Все это переносим. Гилспай мы сейчас немножко приоденем. Надеть усиленные штаны. Надеть рюкзак. Перчаточки. И вот эту штучку. Что по вещам? 47 градусов. Кстати, больше, чем было. И давай вот эти штанишки на базу, потому что они тоже офигенные на самом деле. Вообще, что у нас по работе? Мне кажется, что надо кого-то назначить в быструю переноску, потому что вот давай на троечку мы тебе поставим, потому что у нас никто не занимается быстрой переноской. А переноской заниматься необходимо. Всех вот этих ребят на базу. Вообще, конечно, надо нам построить еще отдельный склад под различное шматье, которое мы будем использовать. Но это будет немножечко попозже. Сейчас я сделал вот такие мини-склады. Это склады под инструменты. То есть под кирку, под молоток, разводной ключ, тут кувалда, пила, сикач и ручной топорик для сборки дерева. Ну и сейчас занимаюсь пока перетаскиванием всего добра на базу, потому что у нас тут очень много всего, что надо перетащить. Ну и по идее надо бы начинать прокапываться ниже. Давайте мы вот в эту сторону копанем сейчас. Пускай наши займутся. Нам надо вообще-то что-то с едой делать, которое у нас нету от слова полностью. Плюс надо перетаскать, наверное, ребяток наших... Так, так, так. Вот этих, да, ребят, надо перетаскать. Давай скилл тоже перенеси. И док ей помоги, точнее ему. Просто для того, чтобы... Так, подождите, что? Это ничего. Просто для того, чтобы их переработать, переработать эту одежду, получить текстильку и сделать вот здесь вот нам шапочку, да? То есть шахтерскую шапку, которая позволит нам несколько быстрее заниматься раскопками. Да и, в принципе, Гринни, я думаю, что будет себя несколько лучше чувствовать в такой шапочке в полной темноте. Потому что, наверное, им сейчас немножко уныло. Кстати, Вилл Спай, давай-ка ты вот на эту кровать вяжешь, а эту кровать мы сделаем медицинской. Да, с едой совсем бодяга. О, подожди. Блин. Мега скоробей. Ну, отлично. Просто-просто мечта. Не, ну, придется насекомье мясо жрать. Что делать-то? Если ничего не будет, никаких вариантов. А, его... Во! Вот это уже интереснее. Давай, чик, чиф и док. Идите сюда. Мочканем этих тварь. О, тут еще, кстати, есть одна игуана. Это, конечно, очень мало мяса, но это лучше, чем его отсутствие, потому что у нас осталось 17 блюд. Давай только мы тебя на оболочечные патроны переведем, потому что нефиг тратить экспансивки. И есть контакт. И эту пускай у нас тащит на базу... Во, гилл спай. А мы пошли дальше. Так, подожди, док тоже надо перевести на оболочечные патроны. Здесь еще две игуаны. Это еще немножечко мяса. И так. Здрасте, приехали. Давай, давай, давай. И последнее. Ну, здесь, конечно, вообще будет сгулькин фиг мясо. Но пару-тройку блюд мы сделаем. Плюс еще, по-моему, вот эти вот шкуры, игуаны, они, по-моему, лечебные. То есть они нам могут тоже пригодиться. Также я перенес нашу палочку для метания вот сюда. И знаете, что надо бы нам... На самом деле у нас луки есть вообще? Нет, луков у нас, к сожалению, нема. Неплохо было бы сделать мишень для стрельбы из лука. Это и развлекает, и в то же время способствует прокачке наших персонажей по стрельбе. Это тоже очень важный момент. Потому что стрелков-то у нас маловато. Так, Чефецкий пошел заниматься разделкой. Сразу игуаны. Не, смотрите, тут блюд даже будет несколько больше, чем я рассчитывал. Погоди, а здесь у нас что? Так, 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 подожди. Приготовить жареное мясо. Детали давай-ка мы тут поставим побольше. Пускай будет тут запас некоторый. Готовить. И знаете, что еще я забыл сделать совершенно? Вот здесь вот, по-моему, по топливу могут заправлять бревнами. Деревянные давайте мы запретим, потому что с деревом у нас все-таки проблемы. Давайте будем только угольком топить. С углем, конечно, тоже могут быть проблемы, но не такие большие, как с деревом. Блин, что-то я неправильно его разместил, по-моему, немножко. Ну ладно, ну, насколько-то мы себя обезопасим. Подожди, здесь кто-то, кто-то здесь бегает или летает? Блин, желтая точечка. Так, ну здесь мега-скоробей. Почему не верблюды, блин? Нам бы верблюдов, с них мясо побольше падает. Но нет. Да, все равно мы совершенно нищие. Так, 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 значит. И Чефецкий. Ну-ка, давай-ка вот сожги вот эти все тела. Тут у нас что? Тут у нас, надеюсь, вообще все лежит в плане одежды. Да, тут у нас вся одежда лежит, не снятая с трупов. Точнее, снятая с трупов, наоборот. А вот здесь вот надо переработку в текстиль сделать. Причем бесконечно бросать на пол и в радиусе вот этого склада. Если что будет полезное, то мы будем просто отменять. Ставить на паузу и все будет хорошо. И вот у нас разобрали несколько тел, точнее их сожгли. И давайте посмотрим. Во-первых, плащ торговца. Почему я все время запрещаю плащи? Обратите внимание, общая скорость работы минус 60. Время прицеливания плюс 30%. По факту, за исключением вот вмещаемого объема, вот этот плащ, он нафиг не нужен. И я, честно говоря, не помню. Мы отменяли плащи или не отменяли? Плащи мы не отменяли. Давайте запретим длинные плащи. Вот этот просто плащ, плащ-интератор, посмотрим. Не уверен, возможно, что он не такой плохой. Плащ Скайна-то нафиг, плащ торговца туда же. Средневековые, опять-таки, запрещаем. Чтобы наши ребята их не брали. Что тут еще интересного может быть? Тегельмуст. Давайте посмотрим, что это у нас такое. Плюс 11,9. Эта штукенция даже, в принципе, получше, да? Ну-ка, давай вот эту штуку перенести. Давай, тегельмуст. Мы ее перерабатывать не будем. Мы ее сейчас отмоем и дадим нашим ребятам. Так, Чиф, можешь ли ты отмыть эту штукенцию? Да, вполне себе нормально. Сейчас он это все с дела отмоет. Вот она у нас появилась. Давай посмотрим, что по вещам у нас, значит, 47 градусов. У скилла 43. Давай, скилл, надень-ка вот эту вот штуку. И посмотрим, что здесь есть еще полезного. Есть шарфик. Я предлагаю его тоже перенести. И есть пустынная мантия, но она уже в хлам просто. Ковбойские штаны, честно говоря, не помню, что они там дают. Вероятность. Так, время прицеливания плюс 3%. Но они вроде как шанс приручения животных, обучения животных. Не особо айс, честно говоря. Остальное, значит, просто тупо в переработку у нас пойдет. Сейчас только шарфик тоже выдадим кому-нибудь из наших ребят. Наверное, тоже скиллу. Так, подожди, что такое? А он что, типа не снятый с трупа? Интересно. Он вообще-то точно снят с трупа, но почему-то такой отметки не имеет. Скилл давай надень шарфик. Как у тебя теперь с вещами? 55 градусов. Вот теперь вообще огонь. Ну а это все на склад, на переработку. Кстати, вот, давай грибочки тоже соберем. И вот здесь вот мы сейчас с вами сделаем тоже небольшой складик. Точнее, лучше два складика. На обоих ставим максимальный приоритет. На всякий случай ставим свежее, потому что, не помню, имеют те же медикаменты, параметр такой или нет. Сюда мы ножку сатанинского гриба положим, а сюда медикаменты разные. Медикаменты, передовые медикаменты и полевые. А, сюда еще лечебная из трав и грибная настойка. Вот как-то так. Пускай сюда это все перетаскают. Ну и надо сделать пока хотя бы временный склад под текстиль. Было бы, конечно, неплохо сделать его в виде ящичков, но, к сожалению, у нас просто нету такого количества дерева. Поэтому сделаем вот такой вот склад. Запретим на нем все. Поставим повышенный приоритет. И сюда мы закинем весь текстиль. Опаньки. Обратите внимание. Так, а вот это уже интересно. Давай-ка вот здесь вот сейчас копанем быстренько. Мне кажется, что здесь у нас выход. А теперь осталось только молиться, короче. Чтобы он не за край карты был. Потому что если за край карты, то будет жопа. Итак. Ой-ой-ой-ой-ой. А, не, ребята, не за край карты. Не за край карты. Отлично. Хотя не очень. А жуки-то есть или нету? Есть, но они пока спят. А что с картой? Карта не обновляется. Вот, все, карта у нас обновилась. И жучар у нас здесь, в принципе, приличная карта. О, кстати, я не знал, что карту можно вот так вот масштабировать. Забавно. Оказывается, колесиком наводишь и масштабируется. Так, что у нас здесь есть? Железная руда у нас здесь есть. Вода у нас здесь есть. Есть хладокамень. Селитра. И куча всяких сатанинских грибов. Ну, в общем, медикаментов. Это тоже полезно. Вот чего нету? Нету камня света. Как не было, так и нету. Ладно, давайте мы собираем нашу звездобратью. Чиф, док и... Подожди, гиллспай у нас или скилл? Да, скилл у нас. Давайте пойдем втроем. Попробуем с ними сейчас разобраться. Единственное, давай мы на экспансивочке перезарядимся. Потому что нам надо больше ударной мощи. 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 Сейчас мы как отгребем по полной программе. По полной маме сейчас отгребем. Не понял, ты не можешь попасть в цель? Странно. Да ядритская твоя сила. Во, подожди, можешь. Ребят, это плохо закончится. А че это ты... Он решил свалить? Странно. Ну ладно, давай поближе подойдем. Интересно, а ты в этом шарике вообще сможешь стрелять? Будет обломно, если не сможет. Ищет цель, говорят. Невозможно попасть в цель, потому что, блин, этот щит на тебя одет. Персональный щит придется скинуть. Вот, теперь ты и стрелять начал. Так, ладно, с этим разобрались, да? Давай тоже перезарядочку. Ах ты, гнида. Все-таки в док. Опа! Так, ты кого идешь пинать? Док. Док, давай попробуй свалить. Стрелять в пещерного жука. Давай то же самое. И... Так, ты у нас не ранен? Нет, не ранен. Блин, их там толпа целая идет. Эх ты, черт. Блин, сейчас нас нахлобучит. Алло. Так, не может попасть в цель. Давай вот в этого хотя бы. Короче, бесполезно убегать. Придется воевать. Так, кто там тебя пытается пинать? Блин, пещерный жук. Стрелять в тебя. Ты давай иди сюда. Стреляй. Так. Ты у нас как, раненый уже? Раненый. Этот еще совсем здоровый. Так, окей. Стрелять. Стрелять. Ты перезаряжаешься, но тоже стрелять. Ой, а вот это уже опасно. Под такими углами лучше не стрелять. Можно своих, своих завалить, да? Фу, слава яйцам. Вроде бы всех мы отоварили. Фу, блин, Клинтон. Лечить себя быстренько. А всех этих товарищей надо, по идее, перетаскать на базу. Так, ты куда? Ты лечить себя пошел, да? Ну, нормально. Главное, чтобы дошла, не вырубилась. Потому что 19 часов осталось. Левое ухо оторвали. И главное, чтобы сейчас не было какого-нибудь заражения. Так, у нас что, есть медикаменты, что ли? Алло. А, во, есть грибочки, да? Как у нас тут дела обстоят? Нормально, вылечилось. Теперь иди, да. Иди, отдыхай. Есть мясо насекомых. Надо переволочь все вот это на склады. Так, Чефецкий, давай тоже быстренько переноси все это. Гринни уже тащит. Так, загружает инвентарь. Ну, подожди, переносит. Нет. Щит этот нафиг. Ты лучше иди, жуков потаскай. Ну что, ребят, на этом мы будем с вами заканчивать. В этой серии мы с вами сделали довольно много. Мы организовали производство боеприпасов. Мы отбились от диверсии, разжились кое-какой одеждой. И теперь у нас трое вооруженных ребят. И, наконец, мы открыли вот эту всю штукенцию. Нам, слава богу, повезло. Здесь нет выхода за край карты. Это значит, что к нам, наверное, никто не будет приходить отсюда. Если вам понравилась эта серия и вы хотите продолжения, причем продолжения в ближайшее время, то есть через день, как я и обычно и делаю, то это видео должно набрать хотя бы 500 лайков. Для вас это не сложно, а моему каналу будет полезно. Ну, а с вами был Грини. Всего доброго. Всем пока и отличного настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok